Привет, друзья! В этом видео расскажу, как вывести деньги с криптобиржи Бабит. Разберем все способы от вывода на вашу банковскую карту до перевода на другой криптокошелек, либо криптобиржу. Вы можете перевести деньги на холодный кошелек, чтобы хранить их там, не знаю, еще лет 10. Первое, что вы должны понимать, если у вас есть криптовалюта на бирже, то вы уже свободный человек, потому что вы можете вывести эту криптовалюту абсолютно в любой стране. Где бы вы ни находились, в любую местную валюту вы сможете вывести. То есть, грубо говоря, если у вас даже нет банковской карты, вас оставить в любой стране мира, вы можете найти любого человека и сказать, я тебе на твою банковскую карту сейчас переведу деньги, а ты мне дашь их в наличку. Например, с комиссией там 10%, неважно. Да, то есть, что бы у вас ни случилось, вы всегда можете вывести деньги в любой стране, куда угодно, в принципе. В этом и прелесть криптовалюты, поэтому способов вывода здесь много. Давайте разбираться. Кстати, если вы еще не зарегистрированы на бирже, то используйте нашу ссылку в описании для регистрации. По ней вы получите максимальные бонусы плюс доступ в наш закрытый торговый клуб. У нас нет никаких платных продуктов, мы не продаем курсов, ничего не продаем. Просто у нас есть закрытый торговый клуб, куда доступ предоставляется только для тех, кто зарегистрирован на Bybit по нашей ссылке. Опять же, подробности по первой ссылочке в описании. Сейчас не буду останавливаться. Скажу лишь только, что в этом закрытом торговом клубе есть огромное количество полезной обучающей информации плюс реальные сделки от трейдеров из нашей команды. Вы можете в комментарии каждой сделки написать и спросить, почему трейдер открыл данную сделку и задать какие-то уточняющие дополнительные вопросы. Все трейдеры находятся с вами на связи. Ну а теперь давайте разбираться. В первую очередь мы можем вывести деньги на нашу банковскую карту абсолютно в любой валюте. Выбираем раздел «Купить криптовалюту» и здесь приходим в P2P торговлю. Здесь мы выбираем, что мы хотим продать криптовалюту, вывести ее. Поэтому мы нажимаем вот здесь «Продажа». Выбираем, какую криптовалюту будем выводить. В данном случае во всех примерах буду показывать, например, USDT, потому что это криптодоллар, универсальная валюта, которую вы можете вывести куда угодно. Далее во что мы будем ее выводить. Вот здесь выбираем свою валюту местную, куда мы будем выводить. Здесь есть в том числе и рубли. Вы должны понимать, что криптовалюта, она всегда дороже. Скорее всего в большинстве стран она дороже на вывод. То есть когда вы выводите криптовалюту, то вы получите больше реальных денег, чем даже курс в банке. Ну вот, так в большинстве стран есть. В разделе «Способы оплаты» мы выбираем банковскую карту, на которую хотим вывести. К примеру, если у нас рубли, давайте выберем Тинькофф. Тинькофф сейчас называется как Local Card Yellow. Если мы здесь выберем Сбер, то он будет называться Local Bank S Green. Это просто изменение названия для того, чтобы соответствовать европейским нормам. Вот здесь про это написано. Bybit просто, если другие биржи убрали вообще рубли с биржи, то здесь просто они изменили название. Ну, если мы выбираем Local Card Yellow, то это Тинькофф. Далее, что мы видим? Внизу находятся реальные продавцы. Это все реальные люди, с помощью которых мы будем выводить деньги в наличные. В разделе «Фильтры» я рекомендую поставить проверенные мерчанты. Нажать «Подтвердить». Тогда у нас будут только продавцы с галочкой. У них есть отдельный депозит, который лежит на Bybit, который гарантирует то, что они никого не кинут. А в случае, если возникнут какие-то неприятности, этот депозит будет использован для компенсации этих убытков. Что для нас важно? Количество исполненных ордеров. Чтобы их было как можно больше, но в принципе, если есть галочка, то на это можно уже не смотреть. Процент исполненных ордеров желательно выбирать 98-99%. 97% тоже пойдет. Это не значит, что если у человека 90% исполненных ордеров, то 10% он не выполнил. Это значит, что он просто не успел выполнить, потому что вот здесь установлено время, например, 30 минут. И этот продавец, возможно, долго отвечает. Поэтому лучше всего выбрать того, у кого больший процент, потому что, скорее всего, он ответит быстрее всего. И вы быстрее завершите свою сделку. Цена. Здесь, понятное дело, сколько вы получаете за 1 доллар. За 1 USDT вы будете получать 97 рублей и 90 копеек. Далее, лимиты. Обязательно на них смотрите. В зависимости от того, какая у вас сумма. Здесь написано, сколько денег есть у продавца. В данный момент у этого продавца 2000 долларов. Это значит, что если вы захотите вывести 10 тысяч долларов, то вам придется у этого продавца, например, вывести 2000, потом у этого там 4000, вот у этого уже 12 тысяч долларов. Можно либо через него все сделать, либо у этих, у кого повыгоднее цена сначала, а потом уже через этого. В общем, вы понимаете, да? В зависимости от того, какая здесь сумма, столько денег у продавца есть максимально. Далее написан диапазон. С какого диапазона, во какой продавец выводит. Этот выводит только со 175 тысяч рублей, этот со 150 до 439 и так далее. То есть у каждого есть свой лимит цен, свой диапазон. Вот как вы видите, самые выгодные цены на суммы от 100 тысяч рублей или от 1000 долларов. Это самые выгодные суммы на вывод. Но такое происходит не во всех странах. Все зависит от экономики, что ли, страны. В общем, есть множество стран и валют. Где вы можете вывести наоборот, дешевле. Получается, чем у вас меньше сумма, тем дешевле. Такое тоже бывает. В общем, здесь мы смотрим и ищем ту сумму, которая нам нужна. К примеру, если вам нужно 30 тысяч рублей вывести, то здесь вам придется искать продавца, да? Кто вам выведет такую небольшую сумму. Поэтому можете сразу через фильтры вот здесь сверху ввести 30 тысяч. И вам покажутся продавцы, которые могут вывести вашу сумму. Как вы видите, курс немножко хуже, чем у тех, зато могут вывести 30 тысяч рублей. Далее, когда вы нашли продавца, нажимаете «Продать USDT». Не волнуйтесь, все эти сделки с продавцами происходят под наблюдением и под контролем биржи Bybit. Слева обязательно прочитайте примечания, потому что здесь может быть важная информация, которую вы можете использовать. К примеру, обычно здесь пишется, что продавец переводит с карт третьих лиц. Значит, вы должны понимать, что вам придут деньги, скорее всего, не из карты продавца, а у него, скорее всего, очень много карт, много знакомых, либо каких-то людей, которые предоставили ему свои карты для того, чтобы он мог пользоваться ими в вот этом бизнесе. Потому что это бизнес, где люди просто обменивают криптовалюту, они продают ее чуть дороже, получается, да, покупают ее чуть дешевле. В общем, зарабатывают на разнице. Далее, вводим сумму в той валюте, которую будем получать. Единственное, что я хочу вам сказать здесь, что вводите, пожалуйста, круглые суммы. То есть, если вы переводите там в лирах, то переводите там круглую сумму, там, 10 тысяч лир. То же самое в гривнах, в рублях, в любой другой валюте указывайте без копеек, без цифр после запятой, а лучше всего вообще круглые цифры, то есть 130, не 133 тысячи, а вот 130. Это нужно для того, чтобы привлекать просто меньше внимания от банков. Вверху нам написано, сколько мы должны отдать USDT за вот эту сумму. В разделе «Способ оплаты» нажимаем. Как мы видим, у меня много способов оплаты уже добавлено. Разных банков в разных валютах. Нам самое главное, нужно добавить свой первый способ оплаты. У нас сначала будет кнопочка «Добавить способ оплаты». Мы нажимаем на нее. Давайте я вам покажу, если у вас такой кнопки не появляется. Вот здесь вверху есть P2P-центр пользователя. И вот здесь, в разделе «Способы оплаты» нам нужно нажать «Добавить» и «Добавить способ оплаты». Например, выбираем. Здесь уже так нельзя ввести Тинькофф. Здесь нам придется ввести «Local Card Yellow». Наша фамилия и имя нам нужно выводить только на свои карты. Ну, во всяком случае, «Байбит» не дает нам выбрать здесь другое имя, кроме нашего. Некоторые продавцы могут выводить на карты третьих лиц деньги. Но об этом все потом можно с продавцом в чате договориться. В общем, здесь на это пока не обращаем внимания. Фамилия и имя остается. Вводим номер банковской карты. Прям номер, который у вас написан на самой карте. Отделение открытия счета. Если вы боитесь вводить номер банковской карты, вы всегда можете сделать виртуальную карту. Но обычно по номеру, только лишь по номеру банковской карты, ничего сделать с ним невозможно. Кроме как перевести на него деньги, естественно. Отделение открытия счета и название банка можете пропустить, либо просто в названии указать Тинькофф. Так, еще раз возвращаемся, выбираем наш способ оплаты. Вводим сумму для получения. 130 тысяч, например. Нажимаем продажа. Что мы здесь видим? Справа находится чат с продавцом, где он нам может писать, если какие-то у него возникнут дополнительные вопросы. Вы можете здесь справа все это в чате обсудить. Вот здесь, например, он пишет, что перевод с карты третьего лица. Мы понимаем, что он не со своей карты будет переводить. И наша задача сейчас просто ждать, пока нам на баланс, на нашей банковской карте поступят деньги. Если вы переводите в рублях, то в последнее время очень часто продавцы запрашивают номер телефона, потому что совершают перевод по системе быстрых платежей. Если вы не согласны, вы всегда можете отказаться и сказать, что я не согласен. Но обычно об этом пишут в описании. Если в описании об этом не было и сейчас человек просит номер телефона, можете отказаться и можете найти другого продавца. Я обычно всегда оставляю номер телефона, мне просто по нему перекидывают также деньги. Все, просто ждем поступления денег. Кстати, во время сделки, пока нам еще не перевели деньги, вот это количество USDT, которое у нас находится вот здесь в ордере, вот в этом заказе, оно у нас на аккаунте заморожено, на аккаунте для финансирования оно у нас заморожено, и мы не можем их никуда перевести. В этом плане и сам продавец тоже в безопасности, потому что эти деньги замораживаются. И мы, пока не нажмем перевести, он не получит эти деньги себе на счет. Поэтому самое главное правило, ни в коем случае не нажимайте кнопку перевести, если вы реально не получили эти деньги. Даже если вас убеждает в этом продавец. Даже что бы он вам не писал в чате. Некоторые продавцы есть такие, обычно те, у которых нет галочки, те, которые, в общем, мошенники. Они могут писать от имени службы поддержки, как будто, да, они пишут, здравствуйте, я представитель службы поддержки, нажмите кнопку перевести, мы там обрабатываем ваш платеж. Нет, пока вы у себя на банковском счете не увидите деньги, кнопку перевести вы не нажимаете. Всегда вы можете нажать на кнопочку жалобы на мошенничество, если вдруг что-то пойдет не так. Но мы видим, что деньги нам уже поступили на баланс. Вот транзакция на 130 тысяч успешно. Нам продавец написал, что проверьте, пожалуйста, поступление, если все в порядке, не забудьте отпустить криптовалюту. Отпустить криптовалюту, это значит нажать кнопочку перевести. Ставим две галочки, что нам переведена сумма, и я подтверждаю, что пользователь выполнил платеж на мой счет. Понимаем, что есть риски, если пользователь переводил не со своего счета, но мы как бы понимаем, как все работает. Нажимаем перевести монеты и подтверждение. Самое главное, что деньги нам на счет поступили. Далее в разделе купить криптовалюту мы можем перейти в депозит фиатной валюте. Здесь мы можем не только внести депозит, мы можем также вывести, здесь вывод фиатной валюты Эти выводы доступны не во всех странах и не во всех валютах, но они есть Например, если мы выбираем польский злотый, то здесь есть способ оплаты, который может вывести в этой валюте Если выберем российский рубль, то здесь такого способа нет Но давайте, например, евро рассмотрим Здесь у нас тоже есть вывод, берется 1 евро и 60 центов комиссия Но опять же, все то же самое мы можем всегда сделать через раздел P2P торговля в любой валюте Далее, помимо наличных, естественно, мы можем вывести криптовалюту на свой криптокошелек Например, TrustWallet, либо на другую криптобиржу Давайте покажу, как это сделать Переходим на аккаунт для финансирования Если у вас деньги на едином торговом аккаунте, то здесь нам нужно будет их перевести на аккаунт для финансирования кнопкой перевести Здесь, на примере тоже USDT, мы нажимаем напротив них кнопку вывести Либо вверху есть кнопка вывести И здесь тогда нам нужно будет еще раз указать монету USDT И далее нам просто нужно будет указать адрес кошелька, на который мы будем выводить Показываю на примере кошелька TrustWallet Заходим в приложение Trust Нажимаем получить и выбираем ту криптовалюту, которую мы хотим получить Очень важно выбирать ее именно в той сети, в которую вы хотите перевести с биржи Если у вас нет криптовалюты в той сети, в которую хотите вывести Например, вы хотите вывести в сети Tron, а у вас там USDT только в сети BNB Smart Chain То вам нужно на главной странице отлистать самый низ, нажать управление криптовалютой И здесь включить ту криптовалюту, которую вы хотите перевести Здесь в поиске можно написать USDT и выбрать USDT, потому что это криптодоллар Но он переводится в разных сетях Вы можете хранить его в нативной сети Tron, либо можете в BNB Smart Chain, чтобы меньше комиссии платить Хранить либо в Ethereum, либо в каких-либо других сетях Когда вы включаете, например, вот Polygon я сейчас включу И у меня теперь он здесь тоже появляется, вот Polygon Нажимаю на него и тогда уже нажимаю получить Если вы не знаете, что такое TrustWallit, то перейдите по подсказке У нас есть отдельное видео, где я показываю, как работает TrustWallit, как создать свой кошелек Как работают все эти переводы, добавление криптовалют и прочее Нажимаем в данном случае на USDT и вверху мы видим TRC20 Tron Нажимаем получить Мы сейчас на экране видим адрес нашего криптокошелька И вверху мы видим, что отправляете деньги только в сети TRC20 Tron Поэтому на криптобирже Bybit мы в разделе адрес кошелька вводим тот адрес, который у нас здесь написан И в разделе вид сети выбираем ту же самую сеть, которая у нас выбрана в TrustWallit В данном случае это TRC20 Мы видим комиссию, сколько мы заплатим, доллар и 30 центов И вводим сумму, например, 500 долларов У меня написано подтверждено, у вас может такого быть не написано, потому что я подтвердил этот свой кошелек И вывод на этот кошелек не требует подтверждений дополнительных с моей стороны То есть Bybit уже знает, что это мой кошелек и сюда выводит Если у вас не написано подтверждено, ничего страшного Скорее всего, вы просто первый раз выводите и не добавляли его в свой вайт-лист Обязательно убедитесь, что вы переводите ту же криптовалюту, которую вы выбрали здесь в TrustWallit Или на другой бирже, если вы на другую биржу переводите И вид сети у вас совпадает на двух биржах или на двух криптокошельках На бирже и криптокошельке, как здесь, например, сеть у нас TRC20 Соответственно, нажимаем кнопку подтвердить Подтвердить Все, заявка на вывод отправлена Точно так же мы будем выводить с вами на другую криптобиржу На примере биржи Binance покажу Заходим Здесь нажимаем кнопку ввод Или вверху есть пополнение И выбираем ввод криптовалюты На других биржах работает аналогичным образом Выбираем здесь монету USDT Переходим на Bybit Также здесь выбираем USDT Здесь в разделе вид сети Мы с вами выберем ту сеть, в которой просто ниже комиссия Потому что при переводе с криптобиржи на криптобиржу Любую Нам важна просто низкая комиссия Потому что деньги в любом случае придут и будут храниться в USDT Потом мы можем в любую сеть опять вывести То есть на криптобирже отсутствует такое понятие, как сеть Внутри самой биржи Оно присутствует только при выводе денег, переводе с биржи на биржу Поэтому давайте выберем сеть, например, Arbitrum One Здесь у нас 1 доллар В принципе, я выберу также TRC20 Доллар 30 центов, не сильно больше И на Binance на другой бирже я выбираю тоже сеть TRC20 У нас появляется адрес нашего кошелька Нажимаем копировать Переходим на Bybit И в разделе адрес кошелька вставляем наш адрес Вот, Bybit уже знает И этот мой кошелек тоже у меня уже подтвержден Например, 500 долларов мы также переведем с вами на Binance Подтвердить Еще раз подтвердить Все, перевод завершен Еще раз, когда вы переводите, убедитесь, что у вас выбрано TRC20 на одной бирже и на другой бирже TRC20 И USDT выбрано на одной бирже и на другой Если вы будете переводить в другую сеть, то вы тоже потеряете свои деньги Так, здесь у нас все отлично, переводы мы выполнили Также мы можем вывести деньги другому человеку тоже на криптобиржу Bybit Это лучше всего делать, когда вы оплачиваете какие-то услуги У человека тоже есть аккаунт на бирже И вы можете перевести ему напрямую без комиссии абсолютно И абсолютно моментально Нажимаете кнопку вывести И вот здесь выбираете внутренний перевод В разделе монета выбираете ту монету, которую хотите перевести Например, USDT И нажимаете User ID Здесь выводите его User ID Он находится вот здесь, в разделе Вот ваш профиль И здесь написано User ID Вставляете его User ID сюда И вводите сумму, которую хотите ему перевести Такой способ перевода не требует от вас абсолютно никакой комиссии И выполняется почти что моментально Плюс для биржи это тоже абсолютно понятный и простой перевод От одного аккаунта на другой Внутри биржи, поэтому все это проходит очень быстро Так что, надеюсь, информация в этом видео была для вас полезна Используйте с умом Всем больших заработков, удачи, пока